Время, в пару выходных у меня получилось, выключали свет, наверное, специально, чтобы такие, как я, не работали в праздники, видимо. Ну, вот сегодня тоже пришел, света не было, и пока тут переживал по этому поводу, его включили. И поэтому я взялся в зачистку того, что показывал в предыдущем видео, там в конце. Вот спрашивали меня по поводу клина, а клин я не рассчитывал делать. Но этот клиночек, мне кажется, еще можно вывести под клин, но это не факт. В думках пока этот момент. Вот так вот все это выглядит после зачистки, после термообработки, которые все нужно будет вышлифовать. Отверстие трехмиллиметровое, так как клинки увесистые, приличные, 2 миллиметра хватило бы, но я люблю, когда запас прочности имеется. Ну, что ж, сейчас будем надеяться на то, что свет больше не отключать не будут. Я вам покажу какие-то результаты, надеюсь на это. Все пока все. Ну, что ж, вот какой-никакой уже есть результат, и даже какое-никакое его отсутствие. Отсутствие. А сделал я три вида клинков. Это, конечно, крайне неудобно, крайне невыгодно и крайне-крайне вообще не то, что я люблю делать. Но, то есть, для ассортимента все это делается. Только полезем, мотал. Так, это у меня какие-то где. Да, вот. Это 1,2. Вогнутость. Вышлифовывать в зеркало не стал, потому что хочу с ценой поиграться, чтобы вышли дешевле. Просто рабочие лошадки. Это 1,2 вогнутость. Это тоже 1,2. Видите, нам легкие даже переходы остались. За счет этого я хочу выгадать цену. Ах, да. Все дрынкает. Все бронькает. Отлично. Это 1,4. Но с косяком. Вот, наверное, видно на переливах. Так незаметно. А вот тут вот. Жесткость потерялась. Что с ним делать, не знаю. 1,4. Ну, так смотрится криво, косо, потому что бушки еще не сделаны вообще. Вот так смотреть, конечно, наверное, не видно ничего будет на видео. Она вроде вообще, как бы даже, да нет, есть, есть вот. Потеря. Даже, наверное, продолжать не стоит. Обидка, конечно. Вот еще лезвица. Тут хорошо не гульнуло. Это так на шлифовке швырканул. То есть тут все нормально будет. Вот такую конусную сделала. То есть, наверное, видно, что она на сужение идет. Тоже 1,4. Без обработки, смотрите, конечно, да, грубо. И клин стопроцентный. Конечно, тоже переживал, что я его выброшу, мне ничего не выйдет. Но нет. Металла хватило. Вышел он отлично. Стопроцентный клин. Он, кстати, уж он куснул где-то. Вот. Кусачий зверюга-то. Стопроцентный клин. Увесистый такой. Да. Ну, хорош, хорош, Гаврош. Ничего не скажешь. Вот так вот. Сейчас, конечно, рука не поднимается его в сторону, бросит. Но... Наверное, придется. Подумаю еще по поводу его. И... Можно будет начинать уже заниматься эрлами, там, обушками и всеми этими дебамбасами. Дебамбасами. Да. Хочу похвалиться. Как тут она и работает, даже не знаю. До этого работала. В общем, чертилку в Китае приобрел. Мне просто даже интересно. Выживет она, не выживет. Как она работает-то. Вот. Говорят, вроде чертит хорошо, но посмотрим. О, вылезла. Вот побольше. То есть выдержит она мою сталюку. Даже в сыром состоянии, я имею в виду. Или вряд ли. Я, конечно, сомневаюсь. Но все уже. И вот приобрел на пробу еще один бор. Попробуйте использовать его в сечке. В рот, мне кажется, ютуберы, которые говорят, что можно сечку проходить вот так. Вместо вот этих вот приспособлений, протыканий под проволоку. Ну, я сомневаюсь, сомневаюсь, что эта штуковина может это сделать. Но попробовать надо. Чтобы не думалось, как говорится. Все. Пока все. Обидно, конечно. Что удивило 1,4? Чтобы 1,4 потеряла жесткости, это 1,2 потеряла бы. Я бы вот, ну, нисколько бы даже не удивился. Тут я реально удивлен. Она еще так странно начала еще, когда по грубому ее обдирал. Вот сами видите, разница-то где. По грубому, когда еще обдирал, у нас звенеть начала прям. Сейчас уже нет такого. И так сыграть. Где резкость? Да? Да, да, да. Урнула. Все, ладно. Будем думать и гадать. Пока все. В общем, сточило. Сточил я его. Я подумал, что не имею такого права кидаться в момент, когда не имею на это возможности. И все получилось. Лепесток, то есть тонкий лепесток, в смысле вот этого одной счетой, оно позволило сделать так, чтобы заузить бритву сестрия и придать жесткость. То есть то, что было не жестко, я убрал. Это всего-то вот чуть-чуть, это просто знаете сколько? Это вот столько. То есть это ну миллиметр, полтора максимума, где-то миллиметр даже. Все. Жесткость восстановилась. Она как-то вся выравнивается. То есть она могла гулять даже вот так, но когда жесткость получается, ее опять в линейку все выравнивает. Да, где-то около миллиметра сточил. Поэтому бритвка будет жить. И это радует. Все. Дальше работаем. Вот и готовы клиночки. В общем, я стал их вылизывать, чтобы сэкономить по стоимости. Пускай не особо получается метод, но все же как-никак. Как бы все же хоть что-то получается. Это четкий, холодный клин. Стопроцентный. Вот так и вот такого состояния. Я мог его полирнуть, конечно, мог. Но так он смотрится как-то строго и холодно. Мне понравилось. Поэтому я оставил его в таком вот состоянии. Клиночек кусачий. Дальше. Это уже у нас вот вогнутые клинки. Тоже еще в думках. Только клинками она выложить просто на сайте. То ли собирать. Пока даже не знаю. Может нарисовать на них что-то. Хотя, мне кажется, рисовать, наверное, лучше на идеально полированном лезвии. Но тут тоже будет так. Вот так, например, будет рисунок выглядеть. Вот как одна четвертая. Я думаю, стоит. Обушки у всех, кроме клин. Клинок закругленный. У всех остальных вот такой вот клинообразный. Я сейчас показываю готовые клинки. Этот с тонким подводом особо напрягает у меня по этому поводу, конечно. Вот как-то так. Этим не звякнул. Непродолжительный звон. Более дрыгнутый. Естественно, одна вторая. Потому что, видите, наверное, легкий переход видно на отблеске. Но только на отблеске так его не видать. Опять же, повторюсь, ради того, чтобы выгадать стоимость в итоге. А, да что же, я не показываю ничего. Все троплюсь. Все, думаю, может что-то прессовать на них. Давайте сразу. Ну, тут, конечно, переходов почти не видно. Все, в принципе, с клинками все. Осталось только решить, собирать все или не все. Вот это единственный вопрос. Может, даже не буду. Почему не буду? Потому что я еще жду вальцы. Потом буду проволоку катать. То есть, хотелось бы сделать что-то со всичкой. А этого сейчас не получается сделать. И поэтому, наверное, все-таки я... Наверное, я не точно все-таки говорю, конечно. Сделаю, наверное, скорее всего, так. То есть, клинками просто вывешу. Или пару штук так вот соберу. Посмотрим, поживем, увидим, как говорится. На этом все, пока. Сейчас буду думать, по поводу рисунков, может что-то здесь добавить. Я как-то, с одной стороны, переживаю. Вроде, думаю, сделаю сейчас рисунки как-то не так. Накосячу. А с другой стороны, думаю, а мне что переживать-то? Они стоят мне на складе лежат. Мне стыдно. Стыдно мне, конечно, единственное, что у меня тут неудачно вышли рисунки. То есть, той бритвы, которую я отправил взамен вальцам. Вот там рисунки, конечно, что и на праве, что и на лезвии. Конечно, да. Оставляю желать лучшего. Но зато клиночек хороший. Ладно, что ж, пойду дальше работать. Если будет что-то, покажу. Ну что ж, маленько этот поиздевался. И допы, как бы, добавил. Да. Если кому не лень, то ответьте в комментариях. Нужны они, не нужны. А то делаю на обум. Ну, тот клин 100. Клин 100% я подписал. Вот так вот сталь У-8. Подписал. У меня, кстати, шахашки где-то были. Но я их что-то не могу найти. Ладно. Тут подписал сталь У-8. Вот. Протереть будет по-цивильнее. Вот так, например, будет смотреться. И все же надо протереть секунду. Одну. Вот. С другой стороны, нацарапанная у меня вот такой вот рисунок. То расскажите, оно надо или не надо. То есть, делать мне в дальнейшем это или не делать. Опять все делаю на обум. Какой-то от балды. А хотелось бы быть хотя бы в этом уверенным. Везде кромочку пошибал. Сейчас протру. Кромочку пошибал для того, чтобы если я вот их сейчас все-таки надумаю да что ты можешь. Клинками вывешивать отдельно. То, чтобы проблем особо не было при заточке у того, кто их приобретет. Да, и вот сталь в 8. Вот еще, да. Сталь в 8. все-таки я тоже это дело протру. С другой стороны вот такой вот изелек, как бы так сказать. Тоже не знаю. Делаю опять это балды. Не знаю, надо, не надо. подходящий ли этот момент или я тут криворушно то есть, как говорится, делаю неинтересные кривульки. Тоже интересно услышать это было бы. Это, кстати, Шиха. Писал Шиха. Ну, вот как бы так вот у меня на данный момент. Сейчас я их в оправу собирать не буду, даже оправу заготавливать не буду. Только по одной причине, потому что мне интересно. Надо это все или не надо. То есть, вопрос у меня каждодневный. Нужны оправы или это нужно клинками вывесить? потерялся совсем я. Нужны ли вот эти вот тихлюшки, вот эти вот горы тут или нет? Второй вопрос. То есть, как бы я не знаю. Ну, как бы вот и все. Наверное, все-таки хотя бы как половину клинка. Я не знаю, я потерялся, я реально. то ли мне сейчас их забирать, клинками вывешивать, то ли мне их в оправы собирать. Ладно, пока подумаю. Так что вот, если у кого-то есть на этот счет мнение какое-то свое, то высказывайтесь. Я то есть соберу воедино все мнения и сделаю выводы, то есть, что делать мне. Все, в принципе, на этом все. на сегодня. Все, спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok